Как и прошлого гостя, я хотела представить сама, но, с другой стороны, давай я тебе это предоставлю возможность, потому что ты себя опишешь лучше, тем более, что у тебя вот так можно загибать то, чем ты занимаешься. Расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься, кто ты. Я могу сказать, что ты психолог-интегральный душепопечитель, но давай расшифруем, что это. Хорошо, давай попробуем расшифровать. Мне вообще, на самом деле, очень сложно себя определять. Я перед интервью даже думал... Как представиться? Как представиться, да, и вдруг ты спросишь меня, кто же я. Дружим-дружим, так, Максим, а кто ты, на самом деле? Вот если поэтично, то мне очень нравится такая метафора, как «смотритель маяка», «смотритель маяка души». Да, ты знаешь, у меня там татуировка есть, которая одно время мне пришла, да, маяк. Вот, и... Но это такая поэтическая метафора. А если брать, допустим, тему душепопечения, то это такой христианский термин в основном, вот, что означает попечение, соответственно, забота. То есть забота о душе. То есть если психология – это наука о душе, то душепопечение – это такая забота о душе. Вот. А почему интегральная? Просто потому что я в какой-то момент, когда начал увлекаться психологией, я понял, что мне становится тесно. То есть я не могу углубиться, да, в какую-то парадигму, я начинаю вниз застревать, и мне становится некомфортно, я начинаю изучать около того, вот. И в итоге получается, что такой вот подход интегральный, то есть он может быть связан с любым направлением, как психологическим, так и духовным, религиозным. Ну, то есть, опять же, смотри, каждому человеку получается такой индивидуальный подход, вот. Кто-то атеист, и я с ним буду говорить, да, на языке нейробиологии, допустим, да, там, и физики. С человеком религиозным мы обсудим его духовный путь, да. Ты каждого поймёшь, будешь говорить на его языке. Ну, так скажем, я просто сам это же всё изучаю, то есть я сам увлечён, то есть тут же такая штука получается, что пока я этим горю, я могу это давать, вот, то есть пока мне самому интересно, вот, и, соответственно, вот так вот. Так, не в ту сторону. Не уходи от нас. Не буду. Я с тобой определила, о чём я хочу поговорить, хотя я и к этой встрече тоже не готовилась с вопросами, пусть всё будет спонтанно, и как ты любишь тоже говорить, и как мы говорили с Еленой до тебя, из отклика, да, вот что идёт, то идёт. Да, отлично. Да, но твоя история интересна мне тем, что я тебя знаю в разных ипостасях, и то, чем ты сейчас занимаешься, ты не всегда этим занимался, ты к этому пришёл, и путь такой был не самый простой, это путь поиска себя. Расскажи о том, как ты пришёл к тому, чем ты занимаешься, а я хотела откинуть спинку, это можно сделать, Миша? Что? Спинку она откинуть чуть-чуть. Как? Ну, вот так. Да где это? Ты даже чужал. Нету? Ну, хорошо. Ты сейчас вот занимаешься интегральным душепопечением, мы ещё подробнее расскажем, что это такое, что это себя включает, но как ты к этому пришёл? Слушай, к этому я пришёл, сначала, естественно, потеряв себя. Так, отличное начало. В какой-то момент я просто понял, что, ну вот, знаешь, как бывает у людей, вроде бы всё есть, вот, есть работа, есть семья, а вот себя в своей жизни у себя нет, вот. И тогда начался этот поиск, вот. То есть, если говорить о начале пути, да, я его связываю с именно потерей себя, вот. То есть сначала нужно было себя потерять, чтобы потом начать себя искать. И для меня это процесс, который не имеет конца. То есть, ну, себя невозможно как-то найти, потому что, в принципе, ты себя никогда не терял, но ты себя постепенно как бы дооткрываешь, вот. То есть ты вспоминаешь, узнаёшь, да, вот эти все моменты, возвращаешься к себе, вот. Поэтому это был путь потери себя в отношениях, это был путь потери себя ещё... Как личности. Как личности в институте. Это примерка на себя всяких ролей, масок, шаблонов, да, то есть социальные всякие игры. И в какой-то момент в этом становится очень тесно, и начинаешь это всё как луковицу очищать, отшелушивать и понимать, что... Ну, то есть для того, чтобы к чему-то прийти, надо сначала к тому, кем я являюсь. Для этого, наверное, сначала надо понять, кем я не являюсь. И вот в какой-то момент просто ненужное, оно отслаивается, отпадает, вот. И сейчас, на данный момент, я пришёл к тому, что я не... Ну, вот так тоже философское такое получается изречение, но на данный момент я понимаю, что я не являюсь ничем и являюсь всем этим сразу. Вот. То есть нет какой-то конечной точки, нет какой-то личности, куда я себя могу привязать и сказать, о, это я. Я коуч, либо я психолог, да, либо я есть что-то, то-то. Да, потому что из живого проявления, то есть получается, что всегда влияет на мою проявленность и на проявленность любого человека всегда влияет атмосфера, среда, в которой он находится. Всё-таки окружение нас формирует. Оно формирует, так скажем, тот импульс, вот, который в нас заходит. А, соответственно, как нам уже реагировать на это? То есть у кого-то это будут шаблоны, вот, которыми он всегда действовал, или это то, как положено в какой-то социальной группе, вот. А кто-то сделает стоп, остановится и как-то вот из себя будет действовать, поступать, вот. Или вообще никак не будет поступать, просто будет наблюдать. Максим, вот это чувство, что я живу не в своей жизни, я не на своём месте, я не я, я не знаю. Как долго ты его ощущала? Это же, наверное, происходит, ну, в течение длительного времени какого-то, и потом ты просыпаешься и думаешь, так, а что-то вот не так. То есть кто-то живёт с этим чувством на автомате, что-то делает, что-то его гложет, он не может понять и продолжает просто идти куда-то не туда, да. У тебя сколько времени продолжалось вот осознание этого, что что-то здесь не то? Слушай, ну, это достаточно длительный период. Червячок этот сколько времени тебя подтачивал изнутри? Именно когда он начал подтачивать, слушай, я даже не знаю, когда это началось, потому что это же такое фоновое ощущение, оно периодически есть, но ты просто туда не углубляешься. Как описать, что это за ощущение? Тоски, тревоги, депрессии, вот что это такое? И тоски, и тревоги, и депрессии. Но при этом всё есть. При этом всё есть. Семья. Да, и если спросить там у друзей, родственников, да, которые не занимаются какими-то там поисками себя, то они скажут, ну, что ты с жиру бесишься, у тебя же всё есть, вот. То есть какие-то такие моменты, то есть тебя не видят как тебя, вот. Отрицают твои чувства, опять же. Да, и, наверное, вот такой переходный момент, один из переходных моментов случился в тот момент, когда, наверное, я понял, что мне стало тесно в моей второй семье, вот. И я начал анализировать, как же так получилось, вот, и понял, что изначально моя установка была на самопрезентацию себя как хорошего. Ну, то есть... Хороший муж, хороший отец. Вообще для того, чтобы... Это установка многих людей. Для того, чтобы тебя любили, ну, быть хорошим. Ты должен быть хорошим. Да, ну, потому что нас в детстве так учили. Нужно быть хорошим, чтобы тебя любили. Соответственно, я был хорошим. То есть даже внутри семьи ты не мог показать тебя тем, кто ты есть. Ты не мог стукнуть по столу и сказать, да пошло всё в жопу. Да даже не в этом. Хорошесть заключается даже не в этом. Хорошесть заключается в том, что ты делаешь что-то помимо своего желания. То есть ты делаешь не слушая себя, как у меня это внутри, а ты делаешь иногда в ущерб себе, но ради другого. То есть это вот жертвенность такая наша русская черта. Скажем, на простом языке. Ты не хотел варить этот борщ, но ты его сварил. Ты не хотел сегодня встречать жену с работы, ты хотел просто полежать и что-то другое сделать. Но так нужно, и ты пошёл и сделал это. Это вредно. Это вредно всегда. То есть не слушать себя, то ощущение, которое внутри, это вредно. Вот. Но до этого надо дойти либо самому, либо с партнёром, с которым безопасно проявляться именно так. Вот если с твоим партнёром тебе опасно проявляться, если ты что-то говоришь ему, например, дорогая, я хочу помедитировать, и встречаешь ты холодную прохладную реакцию, всё, секса не будет, простите, пожалуйста, значит, ты закрываешься, да, ты не можешь быть самим собой, и вот такие длительные отношения ведут к разрушению личности. Это я вот то ли вопрос задала, то ли сформулировала мнение. Ну, примерно ты даже описала то, как это у меня было в плоти, да, мы с тобой разговаривали на эту тему, поэтому, может, это и всплыло, потому что, да, и был в своё время и запрет на медитацию, да, а мне нужно было это в тот момент, это прям такая жизненная необходимость была. Вот, и как-то, понимаешь, немножечко я прям сбился даже, вот, в тот момент, когда вот это вот произошло, то есть какой-то запрет, я не то чтобы начал закрываться, ну, это безусловно, но я начал искать пути, как это реализовывать, и понимаешь, и тогда начинается обман. То есть ты прямо партнёру не можешь сказать, ты не понятый, не принятый, что делать дальше, идти налево там или что-то ещё? Да, то есть ты, понимаешь, вот кто-то идёт налево, а кто-то медитирует в тихомолку, понимаешь? Вот, и когда меня прорвало, я просто, это случилось со мной тогда как раз с вами, Дашей, когда меня прорвало, и я записался к нему на семинар трёхдневный, и, собственно, вот три дня динамически колбасился, вот. И это был такой квантовый скачок, когда... Ты, наконец, сделал то, что ты хотел. Да. Да. Именно после того момента я решил, что я буду очень стараться выискивать в себе, в своих реакциях, в своей жизни то, где я поступаю не так, как хочу, а как кому-то надо и как должен, вот. Ты почувствовал, насколько это большой кайф быть собой, проявляться в своих желаниях, это самое главное. Это свобода. Это даже перевесило вот желание сохранить семью, верно? Да. Желание быть хорошим, сохранить семью. Ну, жизнь-то одна. Да. Ну, это банальная вот эта штука, что если я буду проживать чью-то жизнь, тогда кто проживёт мою? То есть вот есть пары, где люди живут уже долгое время, друг друга не любят, но пытаются это сохранить. Но на самом деле, когда они, наконец, расходятся, хотя это и больно, они понимают, что самое главное – это было обрести себя и никогда себя не терять. Да, если они до этого доходят, да, безусловно. Согласен с тем, что если ты принимаешь такое решение, вот болезненный разрыв, расставание, развод, то всегда в конце тебе даётся гораздо больше, чем то, что ты боялся потерять. Если ты не… То есть если ты закрываешь ту дверь из прошлого, то да, безусловно. А что значит «закрываешь»? Ну, пойми, что когда мы выходим из отношений, какие бы они ни были для нас токсичные, это всегда стресс, это всегда стресс для нашего мозга, вот. Просто потому, что банально у нас там уже все нейронные связи настроены под этого человека, вот. И, соответственно, любое изменение – это как борьба с вредной привычкой. Да, я понимаю, что это вредно, да, я понимаю, что мне там, ну, как бы нехорошо, вот. Но дорожки уже все протоптаны, и поэтому мозг всячески пытается нас отговорить, и тогда мы начинаем испытывать вот эти вот чувства, когда, ну, может, я погорячился, ну, может, вот, понимаешь, то есть мы начинаем жалеть, мы начинаем… Он меня ударил пять раз, может, он просто напоролся на моё лицо случайно своей ладонью, да? Да, да, или вот это вот сразу у нас, а, бьёт, значит, любит, вот эти все моменты. Начинаются отговорки какие-то. Да, 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 это просто работа ума, то есть этот момент, ну, его надо просто переждать, вот. Ломка, ломка. Да, привычка у нас строится, все знают, 21 день, но 21 день – это на самом деле не когда у тебя уже сформировалось, а когда только нейронная связь начала формироваться, то есть от 21 дня и дальше, вот. Вот, соответственно, вот от месяца до трёх месяцев вот эта ломка, но бывает, люди застревают в этом надолго, и тогда это уже некий сценарий, то есть просто человеку удобно играть в жертву, то есть он получает от этого некую выгоду, которую он сам от себя скрывает, но при этом она есть, иначе бы он не держался бы. Вторичная выгода, так называемая. Да, да, конечно. То есть он бы мог пойти уже по пути своего саморазвития, открыть дело, поступить в институт, но он думает, нет, я не могу, я ж вот у меня тут ситуация неидеальная в семье, у меня жена пила мушкой зол. Да, допустим, есть некий страх перед каким-то действием будущим, или, то есть это же всегда разворот к себе, и это надо честно себе признаться, вот, и некоторые не готовы к этой встрече с самим собой. И тогда, да, тогда я жертва, тогда это он негодяй, вот, и я бедный, несчастный вот в этих отношениях. Вот, когда это проходит, когда отпускаешь, когда вот эта дверь закрывается, и самое крутое, когда эта дверь закрывается за благодарностью, вот, потому что закрыть дверь в прошлое, это не значит оборвать все связи, это значит, у тебя нет привязки именно вот этой негативной. То есть ты, ведь были и моменты, когда ты был так счастлив, так вот, благодари за эти моменты, ведь это была твоя жизнь. Ну, кстати, вот есть мнение, что нужно с бывшими-то все уговаривать, встречаться. У меня некоторые отношения заканчивались хлопанем двери, но я внутри себя ставила точку, благодарила внутри, и не было необходимости, скажем, встретиться, что-то еще там, обсудить, поговорить, да, главное то, как у тебя внутри, по этому поводу. Да, 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 это в любом случае всегда договоренность с собой, то есть не обязательно другого в это посвящать. Да иди-ка сюда, мы тут расстались пять лет назад, давай поговорим, вот, закроем наши гештальты, да. Ну, безусловно, есть различные обстоятельства, просто поэтому надо исходить из ситуации, да, то есть, ну, под заданный контекст. То есть если это бывшая супруга, и у вас общие дети, да, то надо понимать, что вы не только бывшие супруги, но вы еще и родители этого ребенка, вот. Поэтому тут уже наступает такой этап партнерства, вот, взаимовыгодного партнерства, вот. Это такой, знаешь, прям такой бизнес, и лучше там, чтобы было без кидалова. Вот мне ты очень интересен тем, что действительно ты пошел по пути саморазвития, самопознания. Как ты думаешь, если бы ты по нему не пошел, оставался бы в семье, где тебя не понимают, не понимают, что было бы? Запил бы, налево бы пошел, не знаю, взорвался бы, в конце концов. То есть вот насколько важно все-таки, если ты чувствуешь, да, что у тебя, что что-то тебе не хватает, неважно что, может быть, на лыжах горных ты хочешь кататься, но не делаешь этого, потому что ты каждый вечер встречаешь жену, а пора ей сказать, может быть, что дорогая, вот сегодня я поеду и покатаюсь уже. Чем чревато сдерживание себя в отношениях? Слушай, я не знаю, что было бы со мной, но когда ты говоришь, допустим, о том, может, ты пил бы... Я пил, и я ловил себя на том, что я каждый свой вечер заканчиваю чем-то алкогольным, хотя бы в чай, и в какой-то момент мне просто стало страшно. А я понимал, что я не хочу идти домой, я понимал, что я жду поскорее бы этот вечер закончился, Сколько лет такое длилось? Наверное, года полтора-два. Поэтому я, в принципе, когда анализировал вот эти моменты у людей, тоже вредных привычек, ведь зачастую те вредные привычки, которые у нас есть, которые прям такие очень разрушающие для нас, например, там, алкоголь, причём алкоголь не по праздникам, а алкоголь, когда появляется в будние дни, то есть, да, и когда человек начинает... То есть это некое... Это маркер того, что что-то не в порядке, согласен? Что-то не в порядке в отношениях с собой. С собой. То есть это человек начинает гаситься, то есть он куда-то сливает эту лишнюю энергию, вот, чтобы не встретиться с собой. После этого у тебя был путь, ты проходила обучение эзотерики, да, психологии, и даже вот у Игумена Евмения, как его сказать, система... Да, курс интегрального душа попечения. Интегральное душа попечения. То есть это бывший священник, верно? Да, да. Расскажи вот этот пирог слоёный, что есть в тебе, и какие ты теперь применяешь инструменты, потому что я вот порой тебе когда звонила, Макс, есть какой-то вопрос, ты его рассматриваешь не просто как психолог, так, у тебя не закрытый гешталь, деточка, иди-ка ты закрой его, а? Вот, а ты именно как-то многослойно, ну вот вопрос очень глубоко рассматриваешь. Вот расскажи, чем ты себя наполнил, какими вещами? И для меня в очередной раз это вопрос, который для меня такой неясный в плане... Вопрос ясный, а вот ответ, который приходит, он может казаться размытым, потому что у меня нет какого-то чёткого инструментария, да, вот я разложила, у меня тут, пожалуйста, там скальпель, пинцетики, там примочки, вот. Нет такого, понимаешь, нет ни одного, ни одной парадигмы, ни одного обучения, которое я вот прям до конца прошёл и такой всё точку поставил. То есть я... Вот теперь-то я знаю, да? Вот инструмент. Я изучаю ровно до того момента, пока мне там интересно, и пока мне есть, что там взять. И это обычно свои резонансы, то есть это даже не такая штука, что, ну вот, ты знаешь, возможно, мне это в жизни пригодится, поэтому я почитаю. Нет, я в первую очередь разбираюсь с собой. То есть этот путь не для того, чтобы кому-то что-то дать, а в первую очередь себе дообъяснить. Вот, поэтому инструментарий, он часто появляется в момент вопроса. То есть есть такая фраза «не я, но через меня». И в этом плане для меня первое было откровение, когда я ещё вообще не занимался психологией. Я просто смотрел ролики на Ютубе, тогда ещё был дядя Лёша Капранов жив. Вот, очень мне зашли его видео. И в какой-то момент, то есть я не думал вообще про психологию. Я его смотрел для себя, чтобы понять, как мне, потому что он много рассказывает про отношения мужчин и женщин. И в тот момент у меня был как раз затык. А потом случился звонок моего бывшего сослуживца, с которым мы проговорили порядка шести часов. То есть мы положили телефон где-то в районе четырёх утра, и то потому что я сказала, что, слушай, у меня... Ухо отваливается. Ладно, ухо отваливается. Всё отваливается. Ко мне через четыре часа придут дети. А я понимаю, что я ещё не ложился. И после того разговора, ты знаешь, я очень удивился. И это удивление повторялось потом не раз. Я на себя на этом ловил. Это было такое удивление, откуда я это всё знаю. Ну, то есть нету такого, что я это достаю не из книжки, я это достаю либо из своего опыта, то, что я проживал, либо это что-то, что приходит через меня, но я не знаю, откуда это. Смотри, немножко мы ушли от вопроса, если к нему вернуться. Да, какие вещи... Можно... Ну, у нас же любят конкретику, да? Психология. Да. Эзотерика в тебе есть, да? Интегральные души попечения. Это вот система... Просто мы-то его знаем с тобой, да? Кто-то, может, не знаком. Игумен Евмений — это бывший священник. Всё, я понял вопрос. Вот, да, вот если так перечислить, просто это интересно. Это именно был путь к себе, да? И вот этот путь, он состоит вот из таких ступенек. Ну, да, я могу тогда этот слоёный пирог именно показать, как я... Ну, то есть мой путь, да, именно по неким парадигмам, но параллельно там ещё какие-то моменты были. То есть из основных, из основного эзотерика это была сифератическая магия, вот. После чего я пришёл в работу с телом через динамические медитации, то есть дух, душа, тело, вот. Это был с вами Даши. Потом это были суфийские кружения, потом, ну, параллельно была медитация. Это вот всё эзотерика. Да, и... Ну, да, да, да. И также случились гвоздики, вот. Стояние на гвоздях. Стояние на гвоздях, да, тоже были очень яркие переживания, инсайты, и как инструмент, до сих пор продолжаю осваивать, вот. Если нет времени на медитацию, то можно... Стоишь на гвоздях, и вот что-то у тебя меняется, да, внутри? По-разному. По-разному. Под запрос, и... То есть тут нет такого, что что-то обязательно должно случиться, но бывает, что что-то случается. Стояние на гвоздях — это телесные практики, можно сказать? Слушай, это практика телесная, но это такая прям... Для меня это работа с умом, со страхом и с эго, вот. Потому что просто так на гвоздях не каждый устоит. По углем не ходил? Нет, по углем. Нет такого плана? Нет, нет, нет. Такого плана даже нет, мне гвоздей моих хватает, потому что... Почему я упомянул работу с эго? Потому что я, когда начинал стоять на гвоздях, ну, достаточно легко вошёл в эту практику, вот. И поэтому, когда я у мастера заказывал себе доску уже личную, то я подумал, ну, надо взять покруче, расстояние побольше, я же теперь уже как бы стою, я даже на гвоздях танцевал экстатик, поэтому ничего бы нет. Вот. Собственно, я заказал, я простоял 15 минут, когда эта доска мне пришла. Вот. Я простоял 15 минут, и после этого я на неё не смог встать ни разу. Именно голыми ногами. То есть теперь на протяжении года я становлюсь, периодически к ней возвращаясь, через газетку, через листочки, потому что боль такая, что мне просто не выдержать. Как ты эту боль выдержал в тот раз? А вот это как раз такая, знаешь, штука, что как бы, ну, я же раньше стоял, то есть, понимаешь, тут-то работа идёт именно ментальная. То есть это всё установки, и в какой-то момент, даже по времени, от трёх до пяти минут идёт внутренняя борьба. Вот. Вот, и ты встречаешься со всякими своими внутренними установками, которые тебе объясняют, почему ты должен сейчас сойти, не испытывать эту боль. Вот. И если этот путь преодолеть пять минут, вот, то потом наступает колоссальное расслабление. И потом становится очень приятно. И ты уже можешь стоять сколько угодно. Вот. Но вот этот момент, это как раз работа с умом. То есть очень хорошо гвозди показывают те установки, которые у нас действуют. То есть то, где мы сливаемся, где мы сдаёмся, где мы идём как-то на попятную. Слушай, если кто-то после эфира к тебе обратится и скажет, Макс, вот я вот тоже хочу, помоги с гвоздетерапией. Возможно такое? Конечно. Да? Конечно, я смогу поставить на гвозди. Ну, провести, быть проводником проще, чем стоять. Хорошо, ещё раз возвращаемся к этому пути. То есть гвозди, да? Потом у тебя и метафорические карты, и карты Таро, да? Вот в твою жизнь вошли. Да, карты Таро вошли вместе с сифиротической магией. Как инструмент я работаю с колодой Алистера Кроули. Вот, это Таро Тота. И до сих пор продолжаю. Кроули известный, да, маг? Да, да. В основном, конечно, для себя, но если есть запрос, то, конечно же, могу разложить. Классическая психология была в твоём пути? Слушай, ну, смотри, после... Сейчас мы до психологии дойдём. После динамики я очень хорошо втянулся в трансперсональную психологию, вот, Станислав Гров. И, конечно, меня там зацепило то, что он даёт как раз-таки не классическую психологию, да, и, в принципе, трансперсональную психологию не все психологи. То есть, я скажу, многие психологи не признают её психологией. Что значит, кстати, трансперсональная? Ну, это опыт такого расширения сознания, расширенного сознания, то есть это мета такая позиция. И трансперсональная психология, она ещё по-другому называется духовно-ориентированная психология. Вот. То есть это психология, ориентированная на то, кем ты являешься на самом деле. Вот. И там очень много инструментов, как раз-таки из шаманизма, из суфийских кружений. Кстати, да, ещё шаманские дыхательные практики. Ты этот путь, это сейчас мы перечисляем, за который промежуток времени с тобой случился? Это где-то полгода. Полгода? Полгода. Вот такой насыщенный просто. Да. Полгода. Там уже и это, и это. Хорошо, продолжаем. Вот. Потом со мной случился сценарный анализ. Это Эрик Бёрн, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Вот. И вот как раз-таки на этом направлении психологии я и заметил, как меня затягивает, я начинаю всем навешивать ярлыки, объясняя... Этот родитель, этот ребёнок, этот жертва, да? Да, да, да. И в какие игры они играют. Вот. Я начал в каждом замечать его игру, и в тот момент я... Это эго такое, я такой крутой, я всё знаю. Да, 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 да. То есть в тот момент даже я начал немножечко терять людей из своего окружения, то есть люди просто давали мне обратную связь, что как бы, ну, им надо это знать. И да. И я нарушал границу пожёстного. Нормально же общались, да? Да, да, да. Вот. И потом я просто пришёл к тому, что, во-первых, я увидел, что действительно, проваливаясь в одну парадигму, я становлюсь её заложником. Вот. Во-вторых, я увидел, что я начинаю общаться из этой парадигмы, и забываю простое человеческое общение. Когда я вернулся человек-человек, когда я просто начала интересоваться у людей, чем они живут, вот, иногда, понимаешь, даже разговаривать не надо, ведь просто человеку важно выговориться, а ты просто слушаешь. Вот. И оказалось, это просто потрясающая, ну, где-то терапия. Лучший инструмент. Выслушать, да, человека просто. Да, да, да. Потому что ведь каждый говорит сам о себе, но мало кто слушает. Вот. И быть выслушанным, и быть... Просто принятым. Принятым, да. И те моменты... Когда ты начинаешь слушать, ты начинаешь слышать, что человек на самом деле хочет донести. Вот. И иногда он рассказывает, ругается, ещё что-то. Но на самом деле он говорит о том, что скажи, что я молодец. И ты говоришь, Серёга, ты такой молодец, ты прям вот супер. Ты вот и тут сделал, и тут сделал, и тут сделал. И ему это было очень важно. Нужно научиться слышать друг друга. Опять же, возвращаемся к пути твоему, да, кроли после этого. Вот. Игумен на каком этапе пути? Вот просто это фантастически, потому что за полгода ты жил несколько лет, совершенно другую жизнь. И потом за полгода, смотри, это просто вот такая мощная прокачка, да. Ты... Крылья у тебя... И причём эти крылья же не, скажем, не какой-то новый человек взял и тебя вытащил в эту реальность. Получается, ты прыгнул туда усилием воли. Ты уже не смог просто продолжать по-другому. Я не смог продолжать по-другому. Усилием воли ты это сделал, и вот всё, да? Я... Ну, это было даже не то, что усилие воли, не было никакого усилия, просто как прежде я не мог. Усилием воли ты первый шаг сделал, поехал на трёхдневные семена. Да, тогда появилась моя знаменитая шапка китайская «Назад пути нет», которую я носил, наверное, на протяжении двух лет, потому что... Ну, это действительно был некий девиз, то есть я понимал, что обратно, потому что меня спрашивали, а вот слушай, а вот если там у тебя всё наладится, и ты можешь как-то в прошлое вернуться, там у тебя семья, дети. Я понимаю, что нет. Ну, то есть настолько там уже меня нет, что я просто... Ну, я опять столкнусь с тем, что я буду терять себя. И очень важный срез был в жизни, который предшествовал вообще психологии, занятию психологии, и я забыла об этом сказать. В тот момент как раз-таки я начал медитировать, учиться по урокам Игоря Будникова. Наш небезызвестный медитатор, который раньше был бизнесменом, тоже не знал, что ему делать со своей жизнью, зарабатывал деньги, всё было, главного не было, не было счастья, и вот он нашёл себя в том, чтобы служить людям, да, создавать для них курсы по медитации, строить ретритный центр. И я тогда сделал репост с Игорем Будниковым, он как раз-таки тогда приглашал всех на ретрит в Крыму. И моя мама увидела это и сказала, говорит, слушай, ну почему бы тебе не съездить, вот, как бы развеяться, отдохнуть, вот, я говорю, да я не планирую как-то. Она говорит, ну это будет наш с папой подарок тебе на день рождения, вот. Ну и, собственно, думаю, ну раз подарок, тогда надо, конечно, ехать. Вот. И, кстати, про психологию тоже. Я тогда очень много постил про всякие психологические там видео, вот. Большая благодарность маме, что она вот весь этот путь, знаешь, вот где-то там фоном, но всегда со мной, она все видео смотрит, какие ей резонирует, она там ставит сердечки, я знаю, что, да, тут зашло, но в какой-то момент тоже, когда я себя потеряла, ей тоже было важно понять, что со мной происходит. Конечно, был страх, потому что люди, теряющие себя, как ты говорила, да, они начинают пить, они начинают, ну, в общем, гаситься по-разному, по-разному. Заедать, запивать. Заедать, запивать. Загуливать. Да, все что угодно. Или просто в какой-то фоновой депрессии ты лежишь, не понимаешь, что происходит, вроде бы все нормально, все у тебя есть, но вот что-то гложет тебя, или у тебя постоянное раздражение, да, это вот маркеры, что с тобой что-то не так. Да, да. Потому что на самом деле мы забываем о том, что мы, вот как бы это не звучало ванильно, и просто уже из каждого утюга, что мы рождены для счастья. И нормальное состояние человека — это состояние счастья и воодушевления. В нормальном состоянии вот этого счастья, воодушевления, ты… Оно постоянное, спокойное. Ты не задаешься вопросами счастья. А счастлив ли я, да? Ты не спрашиваешь. Да, у тебя нет этих вопросов, ты просто живёшь. Да. То есть и при этом с тобой в жизни может происходить всё, что угодно. Вот. Ну, вернёмся к тому, да, к участку моего рассказа, да, про Будникова. Вот. И, собственно, я попал на ретрит к Будникову, и это очень-очень сильно перевернуло моё представление. Это разделило мою жизнь на до и после. Семидневный ретрит. Да, это был семидневный ретрит. Для тех, кто не знает, что такое ретрит, давай в двух словах. Ретрит — это различные практики, причём они были необязательны. То есть ты можешь ходить, ну, просто было очень много мастеров, и ты выбирал, ты можешь идти на море купаться, и это будет тоже твоя практика, да. Аскеза твоя, да. Да, твоя аскеза, и тем более там со мной случился нудизм, поэтому для меня это тоже была практика, да, это мечта, которую я хотела воплотить, вот, поэтому это тоже было преодоление, вот. И, соответственно, это различные практики, то есть это йога, это различные медитации, это, собственно, и стояние на гвоздях тоже там же случилось, вот. Там мастера были по цигун, мастера по всяким аюрведам, и всему-всему там очень-очень много всего, и были даже расстановки по Хеллингеру, вот. И, соответственно, там я столкнулся, то есть как бы для меня вот тот квантовый скачок, который произошёл, он был не благодаря практикам, а благодаря тем людям, с которыми я там познакомился, потому что на протяжении нескольких лет мне вдалбливалась такая идея, что со мной что-то не так. Кто тебя это вдалбливал? Ну, кто? Близкое окружение? Конечно, да, близкие мне люди. То есть, скажем, ты мужик, ты собралась на медитацию, да ты что вообще, да? Да, да. Что за дела? Да, что эзотерика – это не мужское дело, карта Таро – это не мужское дело, мужик должен деньги зарабатывать, то есть, вот эти вот темы, что мужик что-то должен, вот, вот эти вот мои любимые полуролевые игры, вот, в кавычках. Мужик не должен мазать кремом лицо, мужик не должен танцевать дэнс-холлом, в общем, масса всяких, да, у нас, существует запретов. Запретов и вот этих всех долженствований, что мужчина должен. И женщина тоже. Да, соответственно, конечно. Борщами, любимыми. Они на то и есть игры, потому что там две роли, то есть без одного игрока второго не будет. Вот, поэтому каждый отыгрывает свою. И, собственно, у меня, ну, я в это поверил, я думал, что действительно со мной что-то не так, ну, разве нормальный человек? А тем более в рамках нашего города, да? Вообще в рамках… Маленького города. Да, даже не в рамках нашего города, а вообще, мне кажется, человек в рамках нашей страны, который… Особенно страны. …который бросает семью, бросает ребёнка ради медитации, вот, и какого-то колдуна и шамана с вами, Даши, понимаешь? Но это было всё не ради них, вот, не ради медитации, а ради себя самого. Если бы всё это было возможно в семье, ты бы остался. Да, конечно. Просто тебе не давали развиваться, ты не мог быть самим собой, да? Безусловно, да. Вот, в этом дело. Ну, это не вина человека. Тут тоже надо понимать, что не каждый, если один пошёл в развитие, то это не значит, что второй сможет. Вот, потому что тут же такая штука, что либо человек идёт рядом, ну, вместе с тобой, то есть он не может не развиваться, либо он тебя принимает, твои изменения. То есть, в принципе, он готов к тому, что ты не какой-то, ну, такой вот, знаешь, очерченный, то есть какой-то, не знаю, как подобрать. Почему он не боится, ты не есть что-то постоянное, ты меняешься, и если он тебя отпускает в это развитие, то всё будет хорошо. Если нет, он просто боится тебя потерять, и он сам стоит на месте, значит. Да. Я тебя чуть-чуть потороплю, прости, остаётся, наверное, минут 15 примерно. Если коротко ещё раз перечислим, был ретрит у Будникова, потом Игумен Евмений, да? И вот... Сейчас. Ещё про Будникова-то говорю. Прямо вот сжато буквально чуть-чуть. Да. Меня развернул... У Будникова на ретрите меня развернули к себе люди. Люди, которые дали мне понять, что со мной всё в порядке, потому что они точно такие же, я смотрю, 50 человек точно таких же, свихнувшихся, как я, я думаю. Ну, слушай, ну, конечно, может быть, нас там всех специально собрали. Вот. Но при этом мне понравилась сама идея того, что со мной всё хорошо. Я получил очень много обратной связи. Вот. И в тот момент появилась какая-то уверенность. Вот. И это очень важный момент. Не могу об этом не сказать. Вот. Вот развитие, оно может идти двумя путями. Одно развитие – это принятие себя в точке А. Где ты сейчас. Где ты сейчас. Вот. Сижу на диване, страдаю. Да? Точка А. Но если ты себя принимаешь, не ругаешь за это, и понимаешь, что, ну, на данный момент вот так. Вот. то это развитие, которое будет только во благо тебе. Вот. Но зачастую люди впадают в некую гонку. То есть это куча семинаров, практик, мастеров, обучение, ещё что-то. И это всё происходит. И это не только в самом развитии. Это где угодно, может быть. Вот эта гонка. Мы же постоянно куда-то бежим, бежим, бежим. И вот это убегание как раз-таки не к себе, а от себя. То есть непринятие точки А. Я не хочу видеть себя таким. Я хочу видеть себя таким, каким я себя полюблю. Я сейчас хотела сказать, вот ставлю пять копеек, и говорится, я поняла. Ты знаешь, я раньше вот, ну, занималась этим вопросом буквально чуть-чуть, и просто изнутри было интуитивное, какое-то такое интуитивное знание, что мне нужно сделать это и это. Мне нужно пойти на дайвинг. Там раз, какие-то страхи преодолела. Мне нужно поехать туда. То есть подумал, сделал, подумал, сделал. Вот. Ну, и, скажем, те отношения, которые были, они меня устраивали. То есть здесь была такая база, уверенность, и уже из этого можно было. Вот. А потом, в какой-то момент, я помню, у меня были отношения, которые не устраивали меня там по всем фронтам, и вместо того, чтобы вот, понять, где я в точке А, а я сижу и смотрю тренинги, а что бы такое сделать с этими отношениями? Как бы себя под них подстроить? Какой бы женщиной быть? Какой бы отчетворить? То есть вот, ну, неправильная была настройка, то есть надо было вот здесь всё поменять, уйти отсюда, и всё бы наладилось без лишних тренингов, да? Вот. А ты порой просто вот себя загружаешь этим, хотя проблема-то в другом. Как понять вообще, на самом деле, как понять свою точку А, как понять, что тебе нужно? Как вот научиться себя слышать и чувствовать, если ты особенно не привык это делать? Ну, точка А, она всегда существует вот прямо здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас твоя и моя точка А, вот они вместе сплелись, и здесь и сейчас это вот оно. То есть сейчас я принимаю то, что я сижу вместе с тобой, ты берёшь у меня интервью, я тебе отвечаю на вопросы, я принимаю своё волнение, я принимаю свой первый опыт, вот. Я обещаю, что я не буду себя ругать за то, что там что-то мне не понравится, да, потому что вот так, потому что вот так. Просто принять происходящее? Да, да. Ну, смотри, вот, например, есть у кого-то отношения, которые не устраивают, и ты вместо того, чтобы понять, что на самом-то деле надо просто сделать всего один шаг, уйти от человека, а ты вместо этого ходишь по тренингам, как быть идеальным партнёром, как научиться быть более терпимым, как перестать кидать кружку в потолок, а научиться быть каким-то вот ещё кем-то, как тебе понять, что на самом-то деле твоё действие правильное, оно вот это, а не вот это вот всё. Как? Вот скажем тебе сколько, полтора года понадобилось, да, чтобы прийти к осознанию, что тебя сдерживает эта ситуация, и всё, что надо сделать, это уйти оттуда? Ну, в моём случае мне понадобилось всё-таки уйти, но это полтора года было всё равно вот этих вот попыток, а может, не уходить, а может, как-то измениться, ну, то есть, как бы всё равно подстроить себя, вот эти все моменты, и уход, он... Можно ли ускорить этот процесс, принятие правильных решений в жизни? Ну, это навык, это навык, конечно, это постепенно приходит, это приходит ко всем, мне очень нравится мысль о том, что наша психика гибкая, и всегда стремится к своему развитию, абсолютно всегда, поэтому та точка А, в которой мы находимся, та система координат, тот человек, с которым мы вместе, это наш выбор, и этот выбор обусловлен нашим ростом дальнейшим, вот, то есть, это всегда про развитие, и если мы выбираем где-то себя потерять, то это только для того, чтобы себя найти, потому что мы не можем себя найти до тех пор, пока мы себя не потеряем, и мы будем терять себя ровно столько по времени, сколько нам это необходимо, поэтому нет такого, всё происходит столько, сколько нужно, да, то есть, можно успокоиться и не корить себя, почему я пять лет был в этих отношениях, а не ушёл оттуда раньше, а ты не мог просто, ты не мог, Ты не мог, вот, то есть, нет такого, к себе бережно, к себе нежно, да, вот, то есть, нет такого, что надо что-то ускорять, я, наоборот, за то, чтобы прийти к какому-то спокойствию, и не всегда надо уходить из отношений, надо просто понять, что у меня происходит, и поговорить с человеком по-человечески. Ты как раз пытался донести? Пытался, вот, но на тот момент ещё не было такого понимания себя, поэтому, ну и опять же, даже если есть понимание себя, это не факт, что человек, и ты из открытого состояния начинаешь говорить о том, что тебе необходимо, это иногда интерпретируется совсем по-другому, потому что человек не готов открыться, и он тогда думает, что ты предъявляешь какие-то претензии ему, что ты что-то требуешь, вот, потому что если один человек вышел из роли, а другой находится в роли, то очень сложно ему это донести будет. С другой стороны, ведь не нужно ни до кого ничего доносить, как говорится, если нужно что-то объяснять, значит, объяснять не нужно, да? Если нужно говорить об отношениях, ну, что-то там такое выяснять, то, наверное, и не может, и не нужно. Вот я возвращаюсь к практической стороне вопроса, да, она сейчас смотрит, ты, во-первых, делаешь ролики, которые ты выпускаешь в Инстаграме, там, ты освещаешь разные вопросы, начиная от отношений, заканчивая просто отношениями с самим собой, да? Ты планируешь консультировать, вот я знаю, что к тебе обращаются близкие друзья, да? Да. Как ты себя видишь дальше? Есть у тебя какой-то план, чего ты хочешь? Хочешь ли ты заняться, например, консультированием? Это тот вопрос, который не даёт мне покоя, потому что я очень часто про это думаю. Потому что к тебе обращаются, есть спрос. Спрос есть, но понимаешь, какая штука? Я понимаю, вот на данный момент, я вот тут оговорюсь, что я принимаю себя вот в какой-то непостоянности, вот, поэтому я говорю о том, что вот на данный момент я пришёл именно к этому, и я не знаю, как будет завтра, я даже не знаю, как будет сегодня вечером. Ты по дизайну человека, манифестирующий генератор, ты действуешь из отклика. Ну, так получается. Хочешь, делаешь, не хочешь, не делаешь, а если не хочешь, то вот тебе не нужно делать, иначе это очень вредно будет, да? Ну, это потеря энергии, то есть я потом просто ничего не смогу сделать. Понимаю. Вот, к твоему вопросу, напомни мне, пожалуйста. Вопрос такой, ну, наверное, немножко его переверну, кто-то нас посмотрит, кто-то найдёт твой инстаграм, да, мы дадим все ссылки, посмотрит видео. Ютуб-канал ещё есть? Ютуб-канал, да. Ты, кстати, параллельно вместе с тем ещё живёшь обычной жизнью, у тебя жена, пёс, у тебя работа на станции, да, то есть ты не какой-то отшельник, который в пещере сидит, медитирует, и который, знаешь, оторванный от жизни, и такой, ребят, вот мне сегодня пришло прозрение, то есть ты как раз интегрирован в нормальную жизнь, работник атомной станции, вот. Кто-то посмотрит тебя, вот срезонирует, и захочет обратиться за советом, за консультацией, возможно? Конечно. Но ты пока не уверен, что хочешь заниматься этим именно на постоянной основе, да, ты пока не видишь какую-то окончательную точку маршрута. То есть, да, смотри, я не откажу тому, кто придёт, вот, но при этом я не вижу действительно это как свою финишную... Единственную деятельность. Единственную деятельность и какую-то свою конечную точку развития, потому что, ну, тот формат, который у меня рисуется в моей голове, в идеале, вот, это формат таких сатсангов, то есть это формат бесед. Как у нас с тобой сейчас. Да, да, да. Но при этом очень легко и с человеком индивидуально, то есть я раскрыт под задачу. Если наберутся те люди, которые скажут, слушай, ну, мы готовы тебя слушать, да, и хотим задавать тебе вопросы, потому что хотим слышать ответы именно от тебя, я скажу, окей, давайте. Вот. Если кто-то придёт один и скажет, слушай, вот такая ситуация, как ты видишь, я скажу, ну, давай порассуждаем. Вот. Елена до этого была у меня психолог, мы с ней беседовали о том, что бывают откаты, ну, и что это, естественно, новейшие тебя на пути, самопознание, саморазвитие. Были жёсткие откаты какие-то? Вот когда ты просто всё бросал, находил себя потом с палкой колбасы, со стаканом пива на диване, до какого чёрта я во всё это пошёл? Ну, сотни раз. Да, сотни раз. Конечно, конечно. Это очень важные этапы. Это очень важные этапы. Они научили меня относиться к себе, ну, с большим принятием. Не требовать от себя. Оставить себя в покое. И самое интересное, что перестали случаться вот такие палки колбас и пиво. А если они случаются, то за них ты больше не чувствуешь себя виноватым. А вот это чувство вины, оно, кстати, откуда? Это же не твоё, на самом деле. Не моё. Почему ты должен чувствовать себя виноватым? Потому что ты насладился. Вот это же наносное извне. От кого это чувство вины? Ну, ты очень хорошо подметила, что это наносное. Ты хочешь быть хорошим и для себя, и для других, получается. Да, да. В основном это всё программы, которые в нас закладываются в детстве. То есть маленький ребёнок, он настолько беззащитное существо, что его главной задачей становится задача выжить. И исходя из того, в какой он среде, то есть как ему в домашней атмосфере, как ему со сверстниками, как ему в детском саду, какая у него воспитательница, как он сталкивается с детьми на площадке и взаимодействует. Исходя из этого, он формирует некую стратегию для выживания. Поэтому мы замечаем, что с одним человеком, с близким, ребёнок манипулирует, он капризничает, он не слушается, потому что он прощупывает границы, и он понимает, что, о, а здесь так можно. Он тоже учится жить. Да, да, безусловно. То есть он ищет лучшую стратегию, но потом-то ребёнок взрослеет и становится уже нами, взрослыми, вот, а стратегии зачастую остаются те же. И поэтому у нас иногда чувство вины, потому что есть то, как нам хотелось бы поступить, и есть то, как нам... Как нужно. Да, как нужно, как ты должен, как нам объяснили. Вот. И в этом плане ответственность человека каждого, конечно, кто занимается, ну, на пути самопознания, самораскрытия, это откопать вот эти вот все триггеры и опираться уже, то есть простраивать свой внутренний стержень и опираться на себя, как мне. И тогда человек приходит к здоровому эгоизму. Многие говорят, что эгоизм — это плохо. Нет, эгоизм — это отлично. Вот. Эгоцентризм плохо. А эгоизм — это отлично. Вот. Когда у меня есть здоровый эгоизм, когда я могу отстоять свои границы, когда я могу сказать «нет», когда мне не хочется, когда я говорю «да» и не испытываю стеснений, да, что «ой, не положено», ещё что-то. Вот. Ну, вот так. Ну, эгоизм — ты просто даёшь, во-первых, как мне кажется, себе то, что тебе нужно, и ты не требуешь этого от других, не хочешь, не ждёшь. Ты захотел пирожное, съел, и после этого ты не ждёшь, что тебе там на свидании девушка, там, не знаю, молодой человек, пирожное ты купит, ты просто сам себе уже всё дал, и тебе кайфово, ты наполнен, тебе другим хочется давать, да, эгоизм. У меня вопрос такой возник тоже, как ты считаешь, я, знаешь, вот периодически просыпаюсь, утром я чувствую, не надо мне сейчас медитацию делать, не надо мне уходить в себя на 15 минут, мне нужно встать за дежурский пульт и просто поиграть полчаса жёстко-агрессивную музыку, мне нужно именно это. ну, чувствую, что вот именно это меня наполнит, нет какого-то рецепта, что нужно начинать с медитации, потом с этого, потом с этого. Вопрос такой, как научиться лучше себя слышать, вот, это первый вопрос, а второй, а второй вопрос после первого сейчас будет. Ну, ты же себя как-то слышишь, вот смотри, твоя медитация, это то, что ты... Агрессивная музыка, да, и громкая, это не значит, что она всегда такая, да, так же, как и медитация, то есть в этот момент ты как-то почувствовал и ты просто не стала увлек... То есть ты не... Наверное, рецепт будет такой, хотя обычно я не даю рецептов, но тут почему-то хочется. Давай. Кратчайшее расстояние между мыслью и делом. Меньше думать. Меньше думать, то есть появляется импульс, и ты его реализуешь. Всегда. Всегда? Захотелось палку жирной колбасы после семидневного ретрита. Иди, съешь. Так? Смотри, всегда, но не забываем, что бережно, бережно и честно. Два крыла. То есть я... Насколько я честен с собой и насколько я бережен с собой. То есть, понимаешь, мне может захотеться выпить алкоголь или покурить, и это честность. Но другое крыло это бережность. То есть я смотрю, а как мне с этим? Я могу поэкспериментировать и опять же не гнобить себя за то, что выкурил сигарету или там выпил бокал вина. Вот. И... Но в этот момент тогда преврати это в практику. Посмотри, как тебе с этим... Насладись этой колбасой. Насладись этой колбасой. Посмотри, как тебе с этим живётся. Такой тоже то ли рецепт, то ли мнение хочу спросить. Вот я сажу по себе, что у меня этот путь саморазвития, самопознания, вот, наверное, лет с 15-16 и психологию, астрологию читаю, и потом тоже ходила по разным психологам в поисках ответов. Потом просто экстремальный спорт заменила это на какое-то время, ну, что-то вот более активное. Практики, и я думаю, там, восхождение в горы это тоже были свои такие практики преодоления страха и так далее. Потом тоже и магия, и психология, всякие разные вещи. Ну, у меня это шло, знаешь, как-то вот чувствую, что хочу, иду и делаю, да. А если нас вот кто-то смотрит и человек понимает смутно, такой сидит, господи, да с чего начать? Слушайте, столько всего, а стоит ли начинать? С чего начать? Как найти путь к себе и как найти путь к более качественной, счастливой жизни? Да, просто начать. Просто начать? Просто начать. Вот что угодно. Что угодно. Соглашусь. Дорога под ногами идущего все знают. Вот, просто начать. И там уже откроется что-то. Опять же, я считаю, понимаешь, вот ты рассказываешь свою историю, да, и люди, которые тоже вот уходят в развитие, надо не забывать, что это может быть бегство от себя, а не путь к себе. Вот, поэтому лучший учитель у нас, да, это наша жизнь. И на самом деле, какие бы я инструменты бы там, да, не изучал, но это ничто, потому что пока это не стало моим опытом, это со мной не работает. Грубо говоря, смотришь, ты лекции читаешь, но пока ты не вышел в жизнь и не начал общаться с человеком, всё это, это просто теория, просто теория. Да, да, да. Бесполезные знания. И когда я, то есть это контурная карта, но раскрашиваю я её благодаря своему опыту. И он может случиться, а может не случиться. И при этом можно абсолютно прожить спокойную, тихую, мирную жизнь. И потом бензопилой просто зарезать всех в конце этой жизни. Нет, нет, нет. Без всяких инструментов внешних, да, то есть как бы люди обретали мудрость при этом, ну, кто сидя в пещере, кто живя у себя там в деревне, кто ещё. Я вот техно танцую в три часа ночи на танцполе, понимаю, что я в каком-то трансе нахожусь, у меня какие-то осознания приходят без веществ, без чего-либо, просто ты вышел в какое-то другое, не знаю, состояние. Сознание, которое отличное от обычного. Ты попал куда-то там. И для этого не обязательно какой-то инструментарий. Для этого всё, что тебе нужно для того, чтобы найти себя, это только ты и жизнь, которая с тобой случается, то есть твой опыт. То есть, ну, мы же постоянно взаимодействуем, и наш опыт, к которому мы пришли, это опять мы возвращаемся к точке, а в которой мы находимся, мы там оказались не просто так. Не потому, что нас божественная вселенная туда привела, хотя можно и так сказать, а потому, что мы туда пришли благодаря своим установкам из детства, ещё чему-то, чему-то, чему-то. Но это если объяснять с психологией, да, эзотерик скажет, что так вот система работает, там, твоя душа выбрала этот путь или ещё что-то. Можно любыми словами объяснить одно и то же, но ты там, где ты есть, с тем человеком или с теми людьми, у тебя такое-то окружение, у тебя такая-то работа, вот она твоя точка А, вот она твоя точка твоего развития, вот он твой путь, он не начинался, он уже есть, ты уже идёшь, вот. Работаешь на нелюбимой работе, в какой-то момент ты это осознаёшь, только о-о-о. А ты же можешь этого не осознавать, ты вот живёшь в матрице, ты ходишь на работу или у тебя есть какой-то свой бизнес, у тебя каждый день примерно одинаковый алгоритм действий, ты можешь в этом жить, у тебя фоновым, идёт фоном, какая-то тревога, фоном недовольства, ты просто превращаешься в брызжащее недовольное всем существо, которое переключает каналы, жалуется, там, не знаю, смотрит политические новости, смотрит политические новости, вместо того, чтобы на самом деле почувствовать, что что-то внутри не так, как понять это и почувствовать, просто как вот из матрицы поскорее выскочить, как ты считаешь? Да, чего ж вам всё хочется-то поскорее, ну зачем? То есть, скорость это не обязательно? Скорость не обязательно, любой вот этот квантовый переход, любой квантовый скачок, он происходит моментально, в нужное время, ты просто зрел-зрел-зрел, потом раз, резко завязал, больше не ешь ни кусочка колбаски. Не надо вообще зреть никуда, это тоже какой-то путь, никуда не надо зреть, никуда не надо идти, всё, что необходимо, это решение, просто принять решение. В какой-то момент ты принимаешь решение, та жизнь, в которой ты живёшь, это тоже твоё решение, это твой выбор, не сделанный выбор, это тоже выбор, вот, поэтому то, как сейчас, это выбор, и если человек не хочет, не может, не осознаёт, ну, это его право. так сейчас нужно. Значит, так сейчас нужно, не кому-то, а в первую очередь ему. Не дозрел ещё овощ, чтобы рвать его с грядки, да? Конечно. То есть, понимаешь, для кого-то самые яркие осознания происходят уже на пороге смерти, да, когда человек просто останавливается, происходит перепросмотр того, что было, и он понимает, где он жил, где он не жил, вот эти все моменты, и этого достаточно. Ну, и может быть, последние два года он живёт так, как всю жизнь не жил, поэтому тоже кайфует, и... Да, слушай, прекрасно, наткнулся недавно на пост, бабушка, по-моему, умерла в прошлом году, даже в позапрошлом, в девятнадцатом. Наша русская бабушка в восемьдесят лет, она поменяла свою жизнь круто, и начала путешествовать, и прожила до девяносто двух лет, то есть, получается, вот она... Двенадцать счастливых лет? Двенадцать счастливых, ну, может, и до этого были не несчастны, но, тем не менее, она приняла решение и просто начала это делать. Вот. А смотри, вот эти откаты, вот эти сомнения в том, что я правильно, неправильно делаю, вот эти сходы с пути, не знаю, со спортивной карьеры, да, с чего-то ещё, сваливание в негативные мысли, в диван, в телевизор, в какие-то, может быть, левые непонятные штуки. Надо же, да, я просто хочу ещё раз это обозначить, что надо понимать, что у нас психика, она не может быть постоянной, и вот она как кардиограмма, да, туда-сюда её. Каким бы ты ни был прокаченным и уверенным, ты не можешь постоянно находиться в ровном состоянии хорошо-здорово. Конечно, потому что в любом случае то, какие мы, обусловлено, это же не только среда внешняя, но ещё и внутренняя, то есть, а с каким гормональным фоном ты сегодня встал, да. Страну переехал в тёплую, там много витамина Д, тебе шпарит простой, ты весь ходишь, совершенно улыбаешься, всё другое. Ты не выспался, был у тебя секс или не было, все эти моменты, вкусно ты позавтракал или нет, то есть, все вот эти моменты, и это всё говорит о том, как мы себя будем вести, вот, и поэтому абсолютно мы непредсказуемы, и пытаться себя как-то заковать в какие-то рамки и сказать, определить себя и сказать, ну, у нас почему-то вот хотят многие определить себя, я такой-то, я психолог, я хороший, я плохой, я журналист, да, я вот... И не только в рамке... Я бизнесмен, всё на этом. абсолютно в любые рамки, или просто у него есть некие убеждения, что вот, ну, так поступать хорошо, правильно, вот, особенно рамки правильности, вот, но при этом надо понимать, что ты непостоянный, ты всегда изменяешься, вот. Ты можешь быть сегодня замечательно прокачанным человеком, завтра ты поступил как полная, но при этом ты... И это тоже ты. Это тоже может быть. Да. И ключ в том, что не отрицать, то есть не говорить, что, ой, что-то со мной вчера было, нет, да, с тобой, безусловно, вчера что-то было, но это тоже ты, то есть ты просто... Тёмные твои стороны, это тоже ты. Конечно, ты, безусловно, познакомился со своей тенью. Прими, поздоровайся, скажи привет. Тема тени отдельная, интересная. Вот просто, когда встаёшь на путь саморазвития, тебе хочется, наверное, всем рассказать, показать, что, ребята, вау, такое просто может быть, но, наверное, надо просто не только отстать от себя, но от всех тоже. Всему своё время, да, и всё приходит в нужное время каждому философскому. И всему своё время, то есть сначала ты должен, для того, чтобы понять, что тебе надо от всех отстать, тебе надо сначала ко всем пристать. Пристать. Тебе надо ко всем пристать, тебе дадут обратную связь, и ты просто поймёшь. И это и будет тот опыт, потому что мы читаем в книжках, надо не приставать, оставь других в покое. Вот. Если ты это делаешь из ума, это не твой опыт. Но когда ты ко всем пристаёшь, что как ты говоришь, как им надо жить, вот, в какой-то момент через 10 человек, которые тебя послали и указали направление, куда тебе идти, ты просто понимаешь, что, а, так вот это про что. Оставь других в покое. Они так же, как и ты, вправе выбирать, как проживать свою реальность. У тебя сейчас в жизни что присутствует? Проходишь ли ты какие-то тренинги? Занимаешься ли ты для себя раскладками на картах? Вот что ты, ну, твои, скажем, за месяц твоей жизни, чем она наполнена? Ой, слушай, моя жизнь сейчас наполнена, наполнена, ну, если не оценивать, то просто наполнена, вот, но наполнена не теми вещами, которые я хотела. Я понимаю, что сейчас на повестке дня, к сожалению, а может, к счастью, много стоит политики, и я немножечко туда всё-таки шагнул, вот, я себя там терял, я себя там находил, доставал оттуда. Следил за новостями политическими, участвовал каким-то образом, да? Да, и до сих пор слежу, но благодаря этому, понимаешь, я обрёл понимание какой-то своей позиции, да, и я посмотрел, как это всё затягивает, я оттуда выныриваю, и потом просто в какой-то момент разрешил в это играть. То есть, опять же, ну, не запирать себя в рамки того, что я теперь либерал, демократ, там, или ещё что-то, нет. Просто у меня есть некая позиция, и мне пока интересно, то есть, я понимаю, что я, это не только я, но ещё и мой мозг, и, соответственно, ну, если его туда тянет, значит, ему что-то там нужно добрать. То есть, для того, чтобы картина мира, в которой я живу, дорисовалась полностью, я не могу игнорировать столь обширный пласт информации, вот, потому что... Тебе это сейчас нужно? Да. Мозг же строит картину будущего из того, что мы имеем сейчас и из нашего прошлого. Соответственно, он не может реконструировать будущее, пока я не понимаю, что происходит сейчас. Вот. Соответственно, я начинаю разбираться, и да, это такая штука, ну, вот, такие зеландовские маятники тут прям очень хорошо явно работают, потому что начинает качать, то есть, увлекает очень, и тяжело оттуда вырваться. Вот. Но если понимать, что тебе не обязательно ходить там... На демонстрации, вовлекаться полностью, да. Искодировать свои позиции, да. И для меня, в принципе, было тоже очень важно ответить себе на вопрос, ответить себе на вопрос, какая моя роль в данной ситуации. Вот. И, слава богу, я этот ответ нашёл. Я хочу, наверное, закончить таким практическим, практической какой-нибудь вещью, потому что, скажем, эфир с бизнесменом смотрят, будут смотреть те, кому интересно строить бизнес, эфир с человеком, который нашёл себя, да, находится на пути саморазвития, самопознания, наверное, те, кому эта тема интересна. Я вспоминаю один такой инструмент, вы осознанный или нет, когда вот ты только-только развёлся, начинал вот эти шаги, у тебя просто, ты кайфовал от всего. Ты пил зелёный чай, ты выкладывал такую потрясающую фотку, какой он красивый, в какой красивой атмосфере ты его пьёшь. Ты ел курагу, там какой-то салат, ты просто вот, ну, прям наслаждался каждым кусочком, да? Вот такой гедонизм бытовой, риторический вопрос, конечно же, можно его назвать инструментом пути к себе, то есть как себя полюбить, как себя почувствовать, что ещё кроме этого, вот те, кто нас смотрит, ребят, наслаждайтесь всем, наверное, да, просто вот, не просто кофе, но попробуйте взять себе самый лучший, самый любимый, самый вкусный, вот во всём, в мелочах, то есть я понимаю, что эти мелочи, они влияют, ты с утра можешь на автомате кофе выпить из автомата, и после этого как-то вот что-то ты там это, а ты тут дал себе труд подумать, что ты хочешь, выбрал именно это, насладился, у тебя уже пошли-пошли-пошли энтерфинчики, гормональный фон, глаза сияют, вот, поддержи мою мысль. Вот, поддержу твою мысль, то, о чём ты говоришь, это... Ты кайфовал, ты был этого долго лишён, ты стал кайфовать вообще всему. Да, это... Солнечный луч, кофе, да, всё, да, это был момент, как раз-таки, узнавания себя и того, что мне нужно, что мне нравится, то есть, это был мой момент одиночества, того момента, когда я, наконец-то, остался сам с собой, и я смог понять сам для себя, что мне хорошо, что мне плохо, что мне вкусно, что невкусно, вот. А дальше продолжу, то, о чём ты начала говорить, это вот как раз-таки, очень важный аспект, это искусство маленьких шагов, то есть, действительно, делаешь всякие маленькие приятности. Для себя. Для себя. Для себя. Не для кого-то. Не для кого-то. Даже не для любимых, для себя. Вот у нас есть там один молодой человек за дверью, и он мне рассказывал, что для него, сейчас я сдам его с потрохами, что для него момент утренних каких-то пробежек или пробуждений раньше, чем все, это вот как раз тот самый час для себя, и ты бежишь, и ты кайфуешь, да, вот это должно быть обязательно. Да, продолжаю. Я проходил через это, на меня странно смотрели в четыре утра. То есть, мужики не то, что не медитируют, они ещё и не бегают, да, якобы? Нет, тогда это была пробежка и практика заодно. Курящие заправщики тебя не поняли, да? Курящие заправщики меня не поняли, потому что это было четыре утра, вот, а я куда-то бежал, вот, они не понимали, почему я не сплю. Вот, искусство маленьких шагов и ещё такой важный инструмент, это создавать себе атмосферу. То есть, я замечаю, допустим, да, что вот если я занимаюсь, пишу конспект или ещё что-то, да, мне очень важно, чтобы рядом был вкусный чай, там, в чайничке заваренный, не просто из пакетика, да, там. Красивый блокнот. Красивый блокнот, да, ручка, причём скошенная, чтобы почерк был каллиграфический. То есть, вот такие вот вроде, казалось бы, мелочи, но они очень важны, потому что из этих мелочей, собственно, мы создаём такую некую атмосферу. А кому-то, скажем, нужно в кашемировом свитере сидеть. Да. И пусть она это примет и сядет в этом свитере, да? Да. Или, допустим, тоже попалюсь по полной, да? Я, допустим, ну, вот я в какой-то момент понял, что мне так кайфово, и поэтому я сплю нагишом, да? И для меня кайф, вот, это тоже искусство тех мелочей, которыми я себя окружаю. То есть, как бы, если тебе не нужно нижнее бельё, не носи его, там, или, там, в кровати, да? То есть, какие-то такие моменты. Если тебе важно, там, утром иногда помедитировать, медитируй, но не делай это какой-то обязательной практикой. То есть, не надо делать из этого ритуал. Не нужно думать, что это будет навсегда. То есть, я понимаю, что в какой-то день мне важно выпить из красивой кружки, а в другой день мне это вообще не важно, мне надо прям срочно подиджейить, вставить самую агрессивную музыку на свете, на всю катушку, на пять минут, всё, после этого я, лучшая практика. И в любом случае, вот то, вот то, что мы говорим сейчас, это, вот заметь, это всё как раз-таки инструменты, которые помогают услышать себя. Кто ты вообще есть? И как мне? То есть, очень важный вопрос, который стоит себе почаще задавать, что я сейчас чувствую? Угу. Вот, из данного, то есть, я пью кофе растворимый, что я сейчас чувствую? Или я заварил себе, что я сейчас чувствую? Я из чистой кружки пью, что я чувствую? Или из грязной? Потому что иногда это не имеет ровно счётом никакого значения, вот, а иногда это архиважно для того, чтобы сделать мой день. Особенно у нас в нашей стране действительно особая психология, да, и чувство вины здесь простят меня фанаты религии, но действительно, в общем, не буду называть конкретные вещи, но у нас есть некие аспекты, да, в истории, в нашей, в нашей ментальности, которые взращивают определённые черты и качество характера. И вот чувство вины именно у нас в стране, оно особое, потому что я была в разных странах, в Скандинавии такого нет, в Европе там тоже совершенно другое. И у нас частенько, делая что-то для себя, даже утром бегая или пья, пья, распивая кофе из красивой чашки, некоторые из нас, многие чувствуют вину, да, мифическую, какую-то перед кем-то, что как же так, я прямо сейчас делаю что-то только для себя. Ты чувствовал это? Ловил на себе такие укольчики? Нет, вот у меня такого не было. Тебя не было? Я такого избежал. Ну, это просто говорит о том, что какой-то установки у меня не было. Вот и всё. Но ты этого не делал долгое время, согласись? Ты же вот когда жил и делал для человека, подстраивался, не делал, а потом раз, резко и стал делать. А в тот момент, например, если бы ты стал делать для себя, ты бы что почувствовал? Что вместо того, чтобы встретить жену, ты сидишь такой, вот сок морковный свежий, вышедший пьяшок? Да, конечно. Ну, это чувство вины? Это чувство вины. Как бороться с ним, когда ты только начинаешь это всё, начинаешь такой маленький бытовой гедонизм, и тебе эти разные чувства мешают. С одной стороны, ты кайфуешь, а с другой думаешь, я же мать, мне надо идти, и сейчас вот это. Ну, если ты... С ребёнком поиграть. Как ты можешь что-то побороть? Если ты начинаешь с этим бороться, ты придаёшь слишком много этому значения, ты вливаешь туда энергию, и в итоге, ну, кто кого победит, непонятно. Вот, то есть вся жизнь превратится в борьбу. Я бы посоветовал тут просто наблюдать. Наблюдать? Просто наблюдать, как это происходит. Но если ты наблюдаешь, и... Пьёшь, тебя просто ломает этот свежевыжатый сок, и вместо кайфа ты испытываешь просто гаму. И вот обращай на это внимание, понимаешь, и ты сегодня выпил этот сок с ломкой и не получил удовольствия от сока, и на следующий день не получил, потом забыл про любимого человека, получил удовольствие, такой кайф, потом вспомнил, испытал чувство вины. Каждый раз это будет как-то по-разному. В какой-то момент ты просто примешь решение. Любое. То есть абсолютно всё равно в какую сторону. Решишь ты ради кого-то или ради себя, или понимаешь, или это будет какой-то компромисс или ещё что-то. Это будет решение. Мы назвали вот этот инструмент искусство «Маленький шагов», этот инструмент такой бытовой гедонизм. Что ещё тебе помогло себя обрести? Это была неволя. Ты не просто воля себя заставлял ездить на тренинги, семинары, да? Ну, то есть можно ещё как-то обозначить, какое, не знаю, какое-нибудь упражнение дать тем, кто нас слушает, как лучше себя понять и как быстро... Ну, ладно, не быстрее найти путь к себе, а просто ещё один инструмент какой-нибудь пути к себе. Просто вот смотри... По-моему, я уже об этом говорила, но могу ещё раз повторить. Слушать себя. Оставить себя в покое. Просто оставить себя в покое. очень много от себя требуем. Очень много. Пытаемся куда-то себя постоянно запихнуть. В тренинги, в книги, да. В тренинги, в книги, в спортивной секции. В то, как мы представляем себе свою какую-то будущую работу, потому что это не устраивает. Я себя... Не так давно я пытался себя запихнуть в психолога и очень... И испытывал чувство вины, когда я не развивался, там, не читал книги, не смотрел специальных видео, понимаешь. Вот. Это всё тоже необходимый был инструмент для того, чтобы оставить себя в покое. Вот. Самый главный лайфхак, который мне дала одна девушка, Влада, вот, о том, да, когда я сказала, что вот, я хочу быть психологом, там, выучиться, вот поэтому уйду с работы, отучусь и буду вот помогать людям, потому что я хочу помогать людям. Вот. На что она мне сказала, а что тебе сейчас мешает? Помогать людям. Помогать людям. Синдром самозванца. Нет? Нет. Ну, синдром самозванца, безусловно, да. Вот. Но что... На тот момент, когда я получил этот ответ, я осознала его только, наверное, где-то через полгода. Вот. Что действительно ничего не мешает помогать людям. И атомная станция не мешает помогать людям, понимаешь? Не надо ждать идеальных условий, да? Не нужно ждать идеального пресса, чтобы идти знакомиться с кем-то. Да. Прости, перебила. Всё нормально. Вот. Поэтому просто... Ну, просто так.